В храме Иоанна Златоуста престольный праздник сегодня отметили в 15-й раз и прошло богослужение в Верхнем строящемся храме. По сложившейся традиции праздничную службу провели сразу несколько священников. Строился же так называемый Верхний храм уже много лет. К 15-летнему юбилею прихода здесь появилась возможность собрать всех прихожан. Строители недавно завершили работы по укладке на польной плитке. Окончание же строительства зависит от пожертвований. Очень радостно, что сегодня служба совершается уже в большом храме. Большое стечение народа тоже очень радует. И вот мы с детками тоже прибыли, чтобы разделить этот праздник со всеми. Как известно, Иоанн Златоуст славился многими делами и поступками. О проповеди его записывали и давали, читая другим. За редкий дар красноречия его назвали Златоустом. Был он и монахом, и чтецом. В 397 году поставлен архиепископом константинопольским. Скончался святитель в изгнании в абхазских каманах. В честь своего духовного покровителя священство и прихожане храма на бытхе провели крестный ход. Иоанн Златоуст – это тот святой, благодаря которому верующие могут с молитвой обращаться к Богу. Именно Златоуст является автором большинства обращений, собранных в молитвословах. Сегодня, я считаю, наверное, это большая победа, когда мы совершаем богослужение именно в этом храме. Пусть он еще не до конца отделан, но самое главное – молитва уже идет. Свеча зажжена. И вот от этого, наверное, еще больше теплоты, еще больше радости. И такой день Господь сегодня дал. Солнышко светит. Прекрасно. На душе действительно ангелы поют. Слава Богу за все, как говорил всегда святитель Иоанн Златоуст. Спасибо Господи всем. В честь престольного праздника и 15-летнего юбилея прихода настоятель храма Иоанна Златоуста вручил подарки всем своим помощникам. Все от свечницы до уборщицы получили в подарок иконные книги митрополита Екатеринодарского и Кубанского и Сидора. Судьбы России в свете православия. К празднику завершилась и роспись нижнего храма. Занимались творчеством профессиональные художники. Целые библейские сюжеты отражены теперь и на церковной купели. Игорь Кырпа, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.